Дорогие друзья, мы здесь, чтобы вам сказать, что Бог вас любит, но каждый человек решает по себе, хочет ли он Бога познать, потому что Бог стал человеком, его зовут Иисус Христос. Он пошел на крест и умер за твои грехи, чтобы спасти тебя. Это произошло. Это совершилось два тысячи лет назад. Это совершилось, чтобы ты мог иметь жизнь, но ты решаешь. Ты решаешь. Примешь ты это или этого не примешь. Я тебе советую, чтобы ты очень хорошо подумал об этом, что ты сейчас слышишь. Ты приди к Богу и спроси Его. Бог, скажи мне, скажи мне, покажи мне истину. Покажи мне, какой ты. Я хочу знать истину. Если ты так скажешь, если ты обратишься к Нему искренне, в своем сердце, Он откроет себя тебе. Он откроет себя тебе, потому что Он хороший. Это добрый Бог. Он любит тебя. Поэтому приди к Нему. Скажи ему, что ты нуждаешься в Нем, что ты хочешь Его. Ты попроси Его, чтобы Он стал твоим личным Господом и Спасителем. И Он придет. И Он изменит твою жизнь. Он освободит тебя. Если не нуждаешься в исцелении, Он исцелит тебя. Это добрый Бог. Он ждет тебя. Но ты решаешь. Ты можешь это принять или отвергнуть. Это твое решение. Я тебе еще что-то скажу. Иисус, Он возвращается на эту землю. Сейчас есть время благодати. Сейчас можешь смириться и покаяться. И родиться с Беша. Это так называется, когда человек обращается к Богу, обращается к Иисусу и просит Его, чтобы Он стал Его Господом и Спасителем. Это рождение с Беша. Его дух начинает жить. Сейчас время, когда ты это можешь сделать. Но когда умрешь, тогда будет уже слишком поздно. И когда Он вернется на эту землю, а ты будешь еще жив, это тоже будет уже слишком поздно. Потому что Он вернется сюда, как царь царей и судья. А сейчас время благодати, чтобы ты Его принял, чтобы ты смирился и однется свыше. И я этого тебе желаю. Потому что это настоящая жизнь. Только в нем настоящая жизнь. Потому что Он источник жизни. И Он свет, и Он любовь. И Он хочет тебя. Но вопрос, хочешь ли ты Его? Хорошо. Хорошо. Проектив.